Всем привет, друзья! И снова в нашем обзоре машины для нефти и газопоисков, на этот раз европейские. Разумеется, такой лакомый кусок не мог обойти стороной как крупные, так и мелкие компании. Кроме того, существует в Европе и несколько специализированных фирм, предлагающие такие машины по всему миру. Хоть обзор и не исторический, не вспомнить чемпиона всей Европы нельзя. В 1957 году французская Берле представила спецтранспорт для алжирских песков, бортовую машину Т-100, полной массой 101 тонну. Она оснащалась 30-литровым дизелем Каменс, мощностью 600 лошадиных сил. Было построено всего три штуки, и эксперимент себя не оправдал. А этот экземпляр все еще сохраняется по месту работы, что крайне необычно. Гигантский грузовик Т-100, грузоподъемностью ни много ни мало 150 тонн, стал вершиной творчества инженеров компании Берле. Мало того, что машина была с расположением кабины над двигателем, так она же отработала испытательным стендом для некоторых очень интересных решений. Во-первых, кабина. В такой кабине можно было жить. Между прочим, вполне сопоставимо с однокомнатной советской квартирой тех лет. Разве что потолки низковаты. 600-сильный двигатель с турбонагнетателями позволял этой машине пустой массы 59 тонн перемещаться по дорогам со скоростью до 60 км в час. Но при ее ширине, конечно, про дороги лучше забыть. В 1962 году испытывался газотурбинный двигатель Турбомекан, мощностью 1000 лошадиных сил. Полагаю, что именно из-за этой простой кабины, в которую можно было посадить целую толпу инженеров с их оборудованием. Однако от использования такого двигателя отказались. Слишком много хлопот было с ним. Овчинка в итоге не стоила выделки. Хотя наследник фирмы Рено подобных конструкций пока больше не строит, в обычном классе продукция фирмы также используется, как этот полноприводный Керакс. Марокканской сборки на родных агрегатах. И вновь ненадолго в историю. На этот раз относительно недавнюю. Хотя Советский Союз обладал развитой промышленностью, для строительства крупнейшего в мире газопровода «Дружба» он закупал мощные тягачи трубовоза западно-германской фирмы «Фаун». На тот момент капотные машины модели HZ36 6х6 и HZ46 8х8 были одними из самых передовых. Оснащались двигателями «Дойтс» воздушного охлаждения, коробками передач ZF или Allison, рамами и мостами собственного производства. История этих машин, кстати, на этом не закончилась. Поскольку их было поставлено несколько тысяч, некоторая часть уцелела и до сих пор иногда встречается на наших дорогах и бездорожьем. Хотя и все реже, конечно. Бывшие соседи по соцлагеру тоже отметились в этой теме. Например, известнейший специалист в полном приводе «Чешская Татра» тоже производит шасси для нефтедобывающего оборудования. Ей легче. Привязка мостов, всегда ведущих к раме, не имеет жестких ограничений. Так что изготовить любую машину от 4х4 до 14х14 не представляет трудности. А спецшасси для нефтянки – это фишка молодого австралийского филиала «Марти». Там они завоевали большую популярность. Гораздо менее известный, но тоже авторитетный в этом деле – это румынский «Роман». Он строит шасси формулой 14х8 на базе агрегатов «МАН». Причем не только для своей страны – да, в Румынии есть нефть, но и для Африки и даже Индонезии. При этом использует агрегаты давно снятого с производства поколения, на которые «Роман» имеет лицензию еще с 70-х годов. У крупных европейцев иногда есть небольшие дочки, которые производят нишевые продукты. Итальянская «Астра» принадлежит концерну «Ивека» и традиционно сильна на африканских рынках. Потому она и собирает по заказу машины для внедорожных условий, как этот технологический тягач HD8 6х6. Компания «Астра» полвека создает автомобили для самых тяжелых условий – горных разработок, лесного хозяйства, строительства. Эти транспортные средства способны работать и в заполярной тундре, и в африканских пустынях, и в тропической сельве. Богатый многолетний опыт и собственные уникальные разработки позволяют конструкторам компаний создавать первоклассную тяжелую технику. А это продукт другой, но тоже дочерней фирмы «Сиви». На некоторых рынках хозяин более известен. Тогда спецзавод и строит машину на его агрегатах. На фото платформа 12х10 на удлиненном шасси-тракер с лебедкой в процессе погрузки оборудования. Мелкие компании тоже не сдаются. Так, по заказу немецких нефтяников, финская «Сису» построила недавно бурильный агрегат на шасси своей военной серии. В данном случае на руку ей сыграло изначально пониженное расположение кабины и знаменитое прочное шасси с родными мостами, которые хорошо известны внедорожникам. А мы вернемся к крупнику. Конечно, немецкому концерну MAN, имевшему до недавнего времени собственный филиал военных машин, по плечу любая задача на гражданке. А умеющие считать деньги, клиенты с удовольствием закупают военную технику, в том числе и на аукционах распродаж, как сделала Эль Фарис из Дубая с тягачом 8х8 серии HX. Серия HX создана на базе коммерческих грузовиков ТГА с кабинами военного образца. В нее входит 6 базовых шасси с дополнительным индексом BB и колесными формулами 4х4, 6х6 и 8х8. С полезной нагрузкой от 8 до 27 тонн и рядными шестицилиндровыми двигателями мощностью от 326 до 460 лошадиных сил. Прибегает концерны к помощи придворных ателье, так хорошо известный и в нашей стране Тони Маура, изготавливает шасси любой нестандартной длины по заказу, усиливая его и применяя военные агрегаты, включая мосты, раздаточные коробки и так далее. Конечно, есть подобная техника и у Мерседеса. Современное полноприводное шасси Actros полной массой 41 тонну, с мощностью родного мотора в 410 лошадиных сил, прекрасно подходит для установки специального оборудования. Новая серия Zetros тоже применяет на себя нефтяные задачи. Этот тягач с полуприцепом используется в Орданской пустыне для доставки оборудования в контейнерах. Mercedes-Benz Zetros – полноприводный грузовик от немецкой компании, предназначенный для работы в условиях экстремального бездорожья. Zetros стал продолжением автомобилей, известных под именем Unimog. Для тех, кому надо тяжелое шасси, недоступное в обычной программе, придворное ателье Paul делает специальные заказные машины на мерседесовских агрегатах. В данном случае шасси полной массой 72 тонны и колесной формулой 14х12. Есть вариант и на агрегатах Volvo. Своё видение колтюбинговой установки с элегантными обводами в Москве показал голландский Terberg на базе модели FM-2000 8х8. А теперь вернемся к узким специалистам. Один из признанных авторитетов нефтяных гигантов – бельгийская марка MOL, почти неизвестная в Европе. Она выпускает по спецзаказам штучными тиражами машины серии H и F внедорожных габаритов на фото тягач F7066, полной массой 70 тонн с полуприцепом той же марки. Вот уже 40 лет компания MOL выпускает внедорожные сверхтяжелые грузовики, предназначенные для эксплуатации на нефтегазовых месторождениях в условиях пустынь в Африке и на Ближнем Востоке. Первые модели бельгийских вездеходов представляли собой копии грузовиков французской марки Willem, ныне совершенно забытой. Сегодня продукция бельгийцев, конечно, в техническом плане не имеет с теми первыми грузовиками ничего общего, но сама концепция корабля-пустыни осталась неизменной. До недавнего времени конкуренцию ей составлял немецкий «Титан» со своими капотными моделями Z, строил он их на базе машин «Мерседес», а теперь и вовсе влился в концерн, но его продукция по-прежнему есть в этом сегменте. Напоследок о прицепном составе. Конечно, для тяжелых внедорожных тягачей нужны и специальные полуприцепы. Их также строят именитые в своем деле фирмы узкого сегмента – Голдхофер, Долл, Трабоса, Шоэля. На фото внедорожный трехосный трал производства Долл шириной 4,5 метра. Иногда такую конструкцию цепляют сразу к двум тягачам через промежуточную опорную плиту. Обязательным условием качественной перевозки являются повышенные стандарты надежности и безопасности транспортных средств. На этом нефтяники, конечно, не заканчиваются. Впереди еще обзор таких машин, только нашего отечественного производства. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Также делитесь с друзьями и пишите комментарии. Как только это видео наберет больше 30 тысяч просмотров, я начну делать следующую серию. Всем пока и до новых роликов!